Журналисты и прессозащитники возмущены ситуацией с законопроектом о масс-медиа. Они утверждают, что чиновники из Министерства информации обсуждали с ними один вариант, а затем представили другой, которым не учтены пожелания журналистов. Мы же очень долго боролись за то, чтобы пустили нас, именно полевых журналистов, те, которые действительно знают, что такое работа в поле и как нас регулируют. И казалось, что нас услышали. А вот на каком-то этапе, наверное, месяца два спустя, я поняла, что... Ну, то есть это бесполезная затея, что мы в этой истории просто для галочки. Просто для галочки, и потом в конечном итоге МИОР просто скажет, ну, мы же приглашали полевых журналистов, типа, вот он ваш закон, полевые журналисты были, мы выполнили все ваши требования, но было понятно, что сделают они то, что нужно им, что нас не услышат. А можно ли вообще после такого закона работать журналистом в Казахстане? Участвовавший в пресс-конференции онлайн, вице-министр информации и общественного развития заверил, что проект находится на стадии публичного обсуждения. В него еще можно вносить изменения. А межведомственная комиссия рассматривает только концепцию закона, а не сам проект. «Заінг жоу Ассы, мы себе есть, если бы не наша квартира, журналистов не удовлетворили. Они спросили, кто заменил документ, к работе над которым их привлекли, на другой текст. Но министр дал разъяснение лишь по некоторым статьям. Межведомственная комиссия не предлагает свои новые статьи. Их регламент работы заключается в том, чтобы обсуждать то, что предлагает министерство. При наступлении определенных условий, давайте приведу, например, какие-либо военные действия. Если журналисты, представители СМИ будут снимать, выкладывать, есть риск того, что дислокация войск, какие-то антитеррористические приемы, тактики будут раскрыты. С учетом этих рисков мы закрепили эту норму. Эта норма ни в коем случае не гласит о цензуре. Участники пресс-конференции считают, что представители министерства вводят их за нос. Они заявили о сборе подписей против законопроекта и намерении обратиться к президенту. Сегодня мы подготовили обращение к президенту Казахстана с тем, чтобы он обратил внимание, что тот вариант законопроекта, который сейчас у нас есть, он абсолютно не соответствует тем требованиям, о которых он говорил. Мы предлагаем вернуться к самому началу, пока что у нас, вы видите, парламента еще нет, даже пусть это будет до конца этого года, пусть это будет на следующий год. Не обязательно спешите принимать закон сейчас. Мы живем с вами по закону 99-го года, поживем еще, но дайте нам время, чтобы принять в Казахстане хороший закон. Политолог Димаш Альжанов, ознакомившись с правительственным проектом, пришел к выводу, что документ выгоден не журналистам, а авторитарной системе. Эти процессы идут параллельно с надобностью удержать власть. По мере поступания различных угрок и с тем, как будет сталкиваться режим Тукаева с угрозами, он будет выпускать отдельные законодательные меры для того, чтобы на них отвечать. То есть в данном случае этот закон не призван обеспечить права журналистов. Он призван, он ответ на те вызовы, которые испытал режим за последний год. Поэтому это не прекратится никогда, пока действует авторитарный режим. Это естественная стратегическая задача для него. Поэтому рассматривайте это как необходимость выжить, в первую очередь для диктаторов. Разработанный правительством проект состоит из 78 статей. В него включены части действующих законов о средствах массовой информации и о телерадиовещании. Власти полагают, что новый закон повысит конкурентоспособность СМИ и статус журналистов. Сами журналисты считают иначе. Они призывают отложить рассмотрение законопроекта.